Какой Свердловскую область в следующем году увидят туристы, обсуждали 20 декабря ведущие туроператоры региона, руководители общественных организаций на заседании Совета по развитию туризма Свердловской области. Первый вице-губернатор региона Алексей Орлов отметил, что у нас очень развит деловой туризм. В дни проведения российско-китайского экспо отели были заполнены не только в Екатеринбурге, но и в радиусе 100 километров. Гостям наш сервис понравился, все остались довольны. За четыре дня инопрома, по самым скромным подсчетам, в экономике города осталось до полутора миллиардов рублей. Это и сфера услуг, это и сфера общественного питания, и сувенирной продукции, и какие-то дополнительные услуги. Поэтому, несомненно, для экономики, для занятости населения, кто занимается этими видами деятельности, это, конечно же, интересно и выгодно. В рамках Совета по развитию туризма прошел ежегодный отбор событийных мероприятий региона, которые получат финансовую поддержку правительства. Как рассказала директор Центра развития туризма Эльмира Туканова, конкурсный отбор событийных мероприятий начался в августе. Всего было подано 163 заявки из 20 муниципалитетов. Заявок в этом году было в два раза больше, чем в прошлом году. И надо отметить, что очень многие муниципалитеты свои заявки представили на достаточно высоком уровне. Из общего числа заявок были выбраны 10 лидеров. Один из основных критериев отбора – уникальность события не только для нашего региона, но и всей России. Второе – участие в бюджете мероприятия не только областных средств, но и собственных средств заявителей и муниципалитета. Третий – интерес для туристов. Сейчас в приоритете спортивное событие, связанное с активным туризмом. Очень востребованы гастрономические события и культурно-познавательные. По решению экспертного совета финансовую поддержку со стороны правительства региона получат три проекта. Девятый – международный фольклорный фестиваль и ярмарка народных ремесел «Малахитовая шкатулка», Уральский фестиваль сплава «Чусовая России» и фестиваль «Урал Music Night 2017», «Уральская ночь музыки 2017». По словам Эльмиры Тукановой, в среднем каждый проект получит по полмиллиона рублей. Средства организаторы могут потратить на информационную поддержку мероприятия, транспортные расходы или любые другие цели, связанные с организацией события. Также в топ-10 лучших мероприятий региона, которые пройдут в 2017 году, вошли международный фестиваль «Барбекю», джазовый фестиваль «Урал Терра Джаз», военно-исторический фестиваль «Реконструкция гражданской войны 1918 года», «Покровский рубеж», который проводится у нас в Артемовском городском округе, а также «Царские дни в Алапаевске» и «Елизаветинский бал-пикник», «Межрегиональная ирбитская выставка-ярмарка», «Фестиваль колокольного звона», «Каменск-Уральский колокольная столица», «Кубок золотого зайца», «Бега борзых». По словам Алексея Орлова, одним из наиболее привлекательных сезонов для приема гостей на Среднем Урале является зима. Первый заместитель губернатора выразил надежду, что в этом году погода не помешает туристам приехать в новогодние праздники на наши горнолыжные комплексы. Кроме того, культурно-массовое заведение Свердловской области анонсирует интересную программу в каникулы. Я думаю, что в этом году, конечно же, Екатеринбург и Свердловская область достойно встретят тех гостей, которые захотят провести новогодние каникулы у нас на Урале. Первый вице-губернатор подчеркнул, что настоящий турист – это тот, который приехал в наш регион и захотел бы вернуться. Вот основная цель, ради которой ведется много работы. Напомним, поддержка и развитие событийных мероприятий – одно из направлений работы региональных властей по развитию внутреннего въездного туризма. Губернатор Евгений Куевышев поручил сделать туризм самостоятельной отраслью экономики региона. И в течение нескольких лет здесь наблюдается положительная динамика. Несмотря на то, что многие не воспринимают Артемовский городской округ как точку для развития туристического бизнеса, нужно отметить опыт уже упомянутого Покровского рубежа. Вполне видимая выгода для всех артемовцев, которые занимаются рукоделиями и промыслами, налицо. Они получили площадку для реализации своих изделий, причем площадку доступную. Понятно, что в нашем муниципалитете не так много исторических достопримечательностей. Однако рассмотреть варианты туристических мероприятий, точек посещения, подходящие для округа, все же необходимо. Поскольку региональные власти при должно оформленной инициативе готовы оказать поддержку. А это значит, что и контроль будет осуществляться серьезной.